всем привет с вами Василий Павленко с сайта Язан Студио и сегодня у меня такой незапланированный урок да у меня друзья тут попросили показать как можно рамки там виньетки делать но как бы это из уроков для начинающих уроки для начинающих я в фотошоп не делаю потому что их честно сказать полно в интернете неинтересно делать да поэтому мы на этом уроке рассмотрим ну естественно то что я обещал друзьям я покажу как сделать простые белые рамки да и еще несколько возможностей рассмотрим что можно еще сделать с помощью простых белых таких рамочек естественно способов существует фотошоп достаточно много как можно сделать там рамочки да сам простой из них там допустим взять или вот прямоугольную область выделение или овальную да наметить ее так для тех кто не знает можно стрелочками подвинуть эту область но я не буду выравнивать вот так давайте новый слой сделаем чтобы у нас рамочка на новом слое было дальше чтобы можно и потом как говорится изменять было работать с ним и просто напросто берется выбирается нужный цвет в данном случае допустим белый да и заливается да естественно нажим выделилась внутренняя область нам надо инвертировать на наше выделение да так выделение инверсия вот у нас рамочка удалось и заливается все это напросто просто получается обычная стандартная рамочка да элементарно там два в три клика да она у нас на новом слое мы с ним можем ее как-то подредактировать изменять естественно то что меня спрашивали по поводу виньеток в принципе то же самое да только выбирается естественно овальная область выделения допустим ну можно квадратную виньетку сделать так давайте сразу новый слой сделаем выделяем наш овал естественно делать с помощью овала допустим и размытия так ставим нужную позицию нам естественное выделение инверсии делаем и идем выделение модификация растушевка да и ставим здесь ну давайте я 100 пикселей напишу на естественно на глаз вы ничего не увидите берем наша ведерко заливку выбираем цвет и заливаем у нас получается такой растушеванный край виньетки да так выделение отменить выделение в принципе то что меня так сказать спрашивали знакомые вот что еще можно сделать допустим с тем же вот овальным выделением да давайте опять выделим на новом слое опять ставим нужную позицию и естественно помимо всего прочего выделение же можно трансформировать да то есть выделение трансформировать да но это мы просто увеличим тут естественно мы сделаем так редактирование еще трансформирование деформация теперь мы эту можем выделенную область естественно трансформировать уже как захотим грубо говоря да растянуть этот овал квадратным сделать не квадратным ну смысл понятен и то же самое трансформировали применили до нажимаем птичку или enter нажимаем и то же самое выделение инверсия давайте его растушуем так модификация растушевка давайте 70 пикселей поставим окей и то же самое берем заливку ведерка наша цвет выбираем и заливаем выделение отмена вот у нас получается такая да то есть это простейшие рамки как можно делать трансформировали так ну а как искал это все можно найти в уроках для начинающих для тех кто как бы знает все это можно пропустить просто-напросто и все дела а мы давайте еще посмотрим на основе вот тоже с простых белых рамок что еще можно как бы сделать да давайте вот оставим новый слой пустой да и давайте мы тоже возьмем допустим для начала прямоугольную область выделения так давайте потолще рамку сделаем чтобы заметно было вам а вы уже сами потом круглую попробуйте итак выделяем опять допустим прямоугольную область да и нажимаем вот здесь сам внизу и значок быстрой маски да и у нас такая маска появляется рамочка и теперь выбираем фильтр искажение и здесь я несколько фильтров работают хорошо с данными рамками первые из них вот искажение волна вот здесь как бы нарисовано как будет выглядеть рамка да то есть число волн там амплитуда естественно высота волн причем высота минимальная максимальная регулируется да длина волны максимальная минимальная ну короче вот поиграйте с этими бегунками ничего не тут такого нет масштаб волн больше меньше да и добить ну вот посмотрите добьетесь как вам нравится да можно кстати да вот синусоида да можно вот треугольные волны ну квадраты здесь обычная ерунда получается ну треугольная вот такая марка получится и так вот синусоида допустим он устроила добились вы с помощью этих бегунков то что вам нужно нажимаете окей и у нас загружается такая вот маска вернее так трансформируется да теперь естественно если мы эту маску отключим опять нажмем нажмем на этот значок у нас загрузится это выделение и опять же делаем выделение инверсия да инвертировали его и берем естественно наша ведерко заливку да и заливаем вот у нас получилась такая рамка так дальше так оставим новый слой еще там есть отличный фильтр хороший да давайте даже я вот так оставлю просто не буду опять выделять прямоугольный область выделения выделяете да нажимаете значок быстрой маски опять можно кстати овальное сделать не обязательно круглую ой квадратную да идете фильтр искажения и тут самый хорошо фильтр работает это вот фильтр называется искажение стекло здесь правой кнопкой мыши щелкаете и вот по размеру экрана чтобы всю рамку можем видеть было да и здесь мы видим вот можно выбрать во первых здесь вот четыре разных но блоки тут и ческать ерунда получается да ну вот допустим холст получается такая довольно симпатичная рамка потом можно вот изморозь текстуру выбрать да и есть вот маленькие линзы да вот такая текстура и да естественно здесь можно это все поиграться этими тремя бегунками вот допустим видите расширяется эти поле этих линз добиться как вас это все устраивает смягчение это смягчает их но он их не очень красиво получается иногда попробуйте и масштаб это масштаб вот самих этих кругляшков да самих этих линз то есть вот мелкие получаются вот так допустим крупней добьетесь изображения с помощью этих трех бингунков да и здесь вот самое больше всего нравится это естественно вот маленькие линзы и изморозь да хороший такой эффект создает да давайте маленькие линзы оставим да добились изображения рамки какого нужно да нажимаем ok и у нас появляется вот такого вида да вот трансформируется наша маска естественно мы включаем загружается выключаем выгружается выделение мы его инверсия делаем и и теперь опять же берем выбираем нужный цвет да и заливку ведерко и это все заливаем выделение отменить выделение у нас получается такая симпатичная рамка на причем ну на белом цвете это не работает как бы да если вы возьмете допустим что еще можно с данными рамками делать да попробуйте сами это вот и линзы я применил попробуйте и изморозь там возможности какие есть да так вернемся чуть-чуть назад вот тогда и давайте цвет выберем вот любой цвет выберите но самый интенсивный потому что с белым цветом это работать не будет да как бы эти коррекции не будут работать с белым цветом поэтому выберите любой цвет на самый интенсивный поставьте ok и залейте данную рамку она у нас вот так выделение отменяем выделение да она у нас такая получает синие и для чего интенсивный свет потому что игру с белым фильтром вот если мы сейчас мы возьмем допустим коррекция цветовой тон насыщенность с белым это работа не будет да а с любым цветом интенсивным он будет работать и здесь можно допустим яркостью можно тот же тот же белый цвет поставить если яркость на всю поставить до или черный если вы яркость убрать до конца то естественно будет черная здесь вот вот с помощью этого тона можно так сказать в реальном времени поменять быстренько цвет и посмотреть как вас больше допустим данная рамка устроит я оставлю белое и так что еще можно вот с данной рамкой сделать помимо того что мы нарисовали можно к ней естественно к данной рамки к таким который вот и содержит мелкие рисунки применить какой нибудь вот стиль слоя да давайте я чуть-чуть увеличивая щелкаем два раза и допустим можно применить обводку выбираем его обводка лучше всего работа когда она внутренняя на вот такая вот толщину обводки можно подобрать какая у вас больше устроит там вот я 4 5 пикселей оставлю да что ж такое ну 4 естественно нужно цвет поставить нужный вам какой у вас устраивает помимо этого можно градиент но градиент здесь не красиво на обводке да красивее всего получается вот цвет можете тень добавить получится вот тоже такой интересный эффект да можете так окей сейчас мы это все увеличим еще что было заметнее да так границу конечно я маленькую взял ну ладно даже ну к этим же всем белым рамкам естественно когда применяется стиль слоя можно добавить допустим глянец выбрать цвет выбрать цвет и так далее и тому подобное покрутить тут все бегунки ничего такого сложного нету и сделать допустим выбрать какой-нибудь другой контур да вот такие вот вот даже не знаю как это назвать ну вот такие рамки получаются да довольно допустим оригинально опять же это всего лишь вот с помощью так сказать а вот белое все из простых белых рамок делается да вот вот с помощью таких вот простых вещей вещей можно сделать такие замечательные рамки причем их можно кстати комбинировать друг на друга наложить допустим и так далее там подобное вот в этой палитре да так оставим новый слой даже вот так на прямоугольник оставим вот в этой палитре до фильтров так стоп давайте вот быстро маску на нажмем фильтр здесь вот выскажение да помимо вот волна но выскажение вот волна да вот работает так вот можно с помощью данных фильтров делать до рамки волна и вот стекло то что я вам показал да и еще одна есть довольно хороший эффект получается но я не помню сейчас где она находится в какой категории я открою вот просто галерею фильтров сейчас посмотрим а вот штрихи да и здесь вот в штрихах вот аэрограф вот тоже такая довольно интересная рамка получается видите остальные все фильтры они как бы ну они короче не дают таких заметных результатов да и вот то что здесь работает я все как бы показал да вот еще один фильтр это вот аэрограф да который вот такие видите штрихи на краях создает да можно здесь оба бегунка в принципе на максимум диагонали этих штрихов можно поменять в разные стороны можно вообще вертикально или горизонтально вот в этом свитке выбрать да блин я не знаю как вам видно у меня тут не помещается в экран записи да ну можем выбрать здесь да в разных направлениях чтоб штрихи были нажимаем окей и все то же самое отключаем нашу быструю маску выделение инверсия да естественно выбираем цвет я белый возьму чтобы виднее было да заливку ведерко берем и заливаем отменяем выделение вот такая тоже интересная рамка получается да довольно такие художественные рамки получается довольно простыми способами да естественно все то же самое что мы делали допустим к прямоугольной области выделения естественно все то же самое можно сделать с овальной области выделения да все в том же духе нажимаем быстрая маска тоже фильтр какой нить ну давайте такой же сделаем да нет не очень получается давайте возьмем искажение стекло да здесь мы давайте линзы мы уже видели давайте вот изморозь возьмем да можно побольше сделать и масштаб на всю сделаю да окей так убираем нашу маску выделение инверсия и у нас такая вот оригинальная виньетка можно сказать да получается так заливаем это все выделение отменить вот такие довольно интересная тоже такая своеобразная виньетка то можно сделать с помощью овальной области выделения причем овальное но естественно как я показал эту область выделения можно трансформировать в любой в любой так сказать форму помимо естественно стандартных этих форм выделения да можно самим чего что попало тут нарисовать допустим то же самое выйдет да как вам надо если вот так вручную как бы сказать хотите и то же самое да сделать тоже быструю маску и дальше все то же самое да помимо этого еще можно данные рамки допустим делать на основе допустим каких-нибудь кистей выбирайте какую-нибудь кисть так здесь плохо видно да только единственное да условия чтоб она но полностью была одного цвета да что нибудь тут есть что отличается ну вот допустим на сердечки какие-нибудь девочкам пойдет да естественно делаете сердечко побольше и допустим щелкаете вот так да и дальше что можно здесь сделать выбираем допустим вот инструмент выделения волшебная палочка сам простой вариант да ничего не мудрян выбираем данное сердце нажимаем создать новый слой и где мы сердце нарисовали отключаем его просто у нас остается опять та же самая область выделения опять же мы допустим нажимаем инструмент быстрой маски и применяем фильтры уже показаны или допустим а быструю маску не загружаем а просто делаем допустим выделение инверсия да и делаем как виньетку модификация растушевка ну пусть 70 будет пикселей окей да и то же самое берем заливку инструменты заливаем да выделение отменить выделение у нас вот такая рамка получается ну то есть на основе кистей там или разных вот черных таких сплошных изображений допустим можно тоже вот такие вот белые рамки делать да можно сказать ну не обязательно белые имеют одноцветные такие хотя можно залить не одним цветом можно градиентом залить это дело ваше можете наложение попробовать поменять там вариантов видите такой дымка создается такая не знаю насколько вам видно ну можете поиграться с наложением вот видите что получается и так далее и тому подобное ну вот в принципе и все на этом уроке что я хотела как бы рассказать да и показать как можно сделать простые рамки в то же время здесь сделать их как бы по оригинальной разнообразить да не просто рамки виньетки там квадратные круглые а естественно как можно их вот с помощью допустим тех же фильтров разнообразить их более оригинальными сделать на этом все всем пока с вами был василий павленко сайта заходите ко мне на сайт на форум задавайте вопросы комментируйте всем пока а а ну ну а но а но